Город Минск, Прудинская РОВД, Беспотполь. Ну, повторите, пожалуйста, еще раз, откуда вы? Прудинская РОВД, Город Минск. Хорошо. Пытаем финансовый проследование. Все, что нажито, не по сильным трудом. Время домушников и карманников уходит. На смену реальным ворам пришли виртуальные. В погоне за рублем аферисты не гнушаются. Для них нет чести, совести, уважения. Цель – обобрать долипки. За почти 11 месяцев текущего года на территории города Бобруска произошло 119 преступлений в сфере мошенничества. Индикатор поступков. На грязные уловки чаще всего попадаются женщины. Они более доверчивы, мнительны, уязвимы. Самый распространенный способ манипуляции с кредитными картами. В 2022-м около 60% случаев пришлось на использование реквизитов, 40% на перехват счета. Конечно, самая лакомая жертва интернет-воров – экономически активные белорусы. От 18 до 64 лет. Но в печальной статистике немало случаев с пенсионерами и даже несовершеннолетними. Если работник банка видит подозрительное поведение кредитополучателя, обращается в отдел безопасности банка, после этого мы уже с клиентами проводим беседы. Методы онлайн-аферистов с каждым днем становятся все изощреннее. Я вообще думала, что я никогда с этим не столкнусь, потому что много в жизни чего пришлось, и меня ни разу нигде не обманули. Я такая достаточно не поддающаяся на какие-то провокации, какие-то там, не знаю, мошенников. Никогда не попадала. А тут вот. Я телевизор смотрю и читаю. Много где чего-то, где-то они там звонят кому-то. Очень часто там пенсионеров обманывают. На крючок в свое время клюнула Наталья Голуб. Женщина пыталась оплатить услугу на странице одного из банков. Она ввела данные для входа в систему, но внести деньги не успела. С карты сразу же списалась больше тысячи рублей. Пострадавшая предприняла меры, заблокировала кредитку, написала заявление в милицию. У меня не было приложения. Я зашла через Яндекс.Поисковик на сайт банка, не обратила внимания, что там не соответствует адрес последней буковки. Надо установить в банке, сходить, попросить, чтобы или самим там как-то скачать приложение, потому что у меня его не было. И вроде как, если это делать через приложение, то тогда гораздо безопаснее осуществлять все эти платежи. Зачастую злоумышленники напрямую звонят потерпевшим и представляются работниками различных организаций. В такую ситуацию попала Бобручанка. Я сразу отказалась. Ну, они типа на сотрудника переключаем вас. Ну, там полный загруз пошел. Я только поняла, это через три дня. Когда взяла на 17 тысяч ингредиентов в четырех банках. Понимаю, один банк, два банка, но не четыре. Я не думала, что в такую аферу попаду. Там даже мне присылали заявление, что типа эти деньги будут возвращены в банк, я никому ничего не должен. Найти и вернуть потерянное чаще всего нереально. Деньги уходят за рубеж, а там не теряется. Жертвы остаются у разбитого корыта с полными карманами долгов. Работают целые колл-центры из-за границы и обманывают наших доверчивых граждан. Поэтому представляют определенную сложность как расследования этих дел, так и, собственно говоря, извлечения и установления преступников. Что делать в такой ситуации? А лимбом придется платить. Вымогатели окольными путями пытаются выведать информацию о денежных средствах, картах, балансе и прочем. В ход идут манипуляции со знанием, запугивания. Для большей убедительности на том конце провода представляются правоохранителями, банковскими работниками. В тонкой психологической обработке важно, чтобы абонент не соскочил. Поэтому звонившие настаивают, ни при каких обстоятельствах нельзя ничего рассказывать третьим лицам. Как давно банк посвящали? Неделю назад. Неделю назад. Достаточный баланс сейчас, припоминаете, за который могли бы переживать? Тысяча. Тысяча рублей. Сейчас нужно будет застраковать данную сумму денежных средств. Возле вас инфокиоск рядом находится. Хорошо, подъезжайте. Я сейчас буду направлять информацию на национальный банк. Это ведущие специалисты, которые будут нести всю финансовую безопасность вместо вас. Они помогут вам застраховать данную сумму денег. Я трубочку вашей супруги. Вы являетесь третьим лицом. Я не имею права с вами вести какой-либо диалог. Вам сообщили, что ваши друзья, коллеги, в том числе родственники, являются третьими лицами. Вы бы просто сейчас нарушили законодательство. 255-я статья Уголовного кодекса Республики Беларусь. Разглашение банковской и коммерческой тайны до судебного расследования. Грязная работа. Чтобы не марать руки, мошенники используют посредников-курьеров. В специальных каналах они публикуют объявления о легких способах заработка. В Телеграме нашла работу. Я сразу не понимала, что это, ну, типа статья. Мне сказали, там будет наш знакомый человек, там надо будет просто забрать деньги и перевести их на счет. Почему они этого с вами не могли сделать, я не объяснили. Ну и потом, когда я уже пошла забирать деньги, увидела пожилого мужчину, я уже поняла, что походу там все серьезно. Ну, не будет просто так старый человек отдавать. Доверчивые люди в силу личных обстоятельств клюют на удочку и становятся соучастниками преступления. Я на телефоне была, получается, с тем человеком, который дал мне этого дедушку, получается. Я с ним разговаривала на тот момент. И дедушка тут тоже разговаривал по телефону. И нас очень сильно терпили. И там, ну, невозможно было разобраться. Ну, типа мы вдвоем на телефонах с ним. И они такие, давайте быстрее, быстрее, быстрее. И на него давили в тот момент, когда он мне деньги передавал, и на меня давили. Там со всех сторон, там просто обычные люди, как я поняла, уже разговаривают. Там психологи сидят. Говорили, типа, вот, если ты не выполнишь свою часть условий, это уже потом, когда я приехала, мы, типа, в милицию сдадим тебя. Если, типа, там, не переведешь, там, или еще что-то делаешь, или сама туда пойдешь, что тебе хуже будет. Они, ну, запугивают начинают, семье угрожают, там, что мы там найдем, где ты живешь, с твоей семьей там что-нибудь сделаем. Happy end. Не всегда эти истории заканчиваются счастливым концом. Ани Ивановой, имя вымышленное, повезло. Мама двух малышей получила 4 года так называемой домашней химии. Избежать тюремного заключения помогли смягчающие обстоятельства и ходатайство прокуратуры. Ни один легкий заработок, он не может быть легальным. То есть за 5 минут ты не сможешь заработать 5 тысяч долларов, грубо говоря, без последствий. Вот у меня они, ну, не сильно серьезные, на самом деле, мне просто повезло. А у другого человека он может просто, там, допустим, взять 5 тысяч долларов и уехать в тюрьму за эти 5 тысяч долларов на 11 лет. Это не стоит того. Обезопасить себя и своих близких можно. Личные данные нужно беречь, как зеницу ока. Не сохранять реквизиты на подозрительных страницах, проверять посещаемые сайты, ставить сложные пароли на соцсети и мессенджеры. Безусловно, защита персональных данных лежит на нашем государстве. Но необходимо, чтобы люди понимали, что когда звонят какие-то специалисты, представляются там работниками, например, Комитета государственной безопасности, Департамента финансовых расследований, просто работниками милиции, просят при этом показать паспорт, рассказать свои сведения какие-то о себе, то не всегда это надо делать. Потому что, как правило, высока вероятность, что эти люди завладеют манкетными данными, паспортными данными, и это будет в дальнейшем использовано для каких-то незаконных действий. Те преступники, которые действуют на территории нашей страны, они, в общем-то, правоохранительными органами достаточно быстро и четко обезвреживаются, устанавливаются, задерживаются в отношениях, принимаются соответствующие следственные действия, ну и в конечном итоге к результату не осуждаются. Предупрежден, значит вооружен. Ежедневные атаки мошенников заставляют задуматься. Неизвестно, какие способы могут придумать киберворы завтра. Поэтому очень важно сохранять здравый рассудок при любых обстоятельствах.